И пройди ко мне, Господь мой, Мой возлюбленный, Ждет тебя твоя невеста, Церковь ждет тебя прийти. Мишуа И вот мы здесь напишем тему, признаки встречения Иисуса. Признаки, как правильно, признаки при встречении Иисуса, да? Признаки встречения. Мы коротко напишем. Написали, да? Признаки встречения, а встречение это встреча с Иисусом в воздухе. Вы тоже начнете вот такую прямую линию. И пишем, до рождения Христа. Четвертый год. Рождение Иисуса. Рождение Иисуса, четвертый год. И вот двадцать шестой год, это уже будет после рождения Христа. Литься на начале общественной работы, начале общественной деятельности Иисуса. И здесь мы пишем, сколько ему исполнилось, 30 лет. И вот здесь отметить 26, 27 год. Обычно теологи вот так считают, 26 или 27, приблизительно. И вот здесь, 30 лет, Иисус идет на крест, потом Его воскресенье, а это восхищение. Вы тоже разными можете нарисовать. Крест, воскресенье и восхищение Его. Это в 30-м году после рождения Христа. Вам, наверное, понятно, что эту линию мы будем дальше продолжать, поэтому нужно было тетрадку сразу открывать на обе страницы. А теперь в другом месте это оставляем, потому что вернемся и будем дальше продолжать. В другом месте рисуем. И вот, значит, 30-м году после рождения Христа. И вот здесь мы пишем, страст, майя, неделя. В воскресенье мы отмечаем. Мы говорим, что сегодня мы начинаем заканчиваем. Так что говорили? В воскресенье. В воскресенье. В воскресенье бывает, да? Да. В воскресенье. В воскресенье бывает. Я сакрашенно пишу. Вы там у себя отмечаете. В воскресенье, да? А вот вот здесь пишем понедельник. Дальше отмечаем вторник. И вот во вторник Иисус 12 раз проповедовал, отметил себя. Вот в этот вторник Он 12 раз проповедовал. 21 ч. 23 по 25 стих. Матвея 21 глава. Матвея 21 глава с 23 по 46 стих. И вот значит во вторник Он 12 раз проповедовал. Местописание Матвея 21 глава с 23 по 46 стих. И вот мы сегодня будем проходить последние проповеди. Из 12 последней проповеди Иисуса. А вот какая это последняя? 12 проповедь? И вот 12 проповедь Иисуса, она в Библии, Евангелие от Матвея 24 главе с 1 по 25. И она продолжается по 25 главу и заканчивается 46 стихом. И так значит с 24, с 24 главы, с 1 стиха полностью. И она продолжается с 25 главе и заканчивается вот здесь до конца, 46 стих. и заканчивается с 24 главы, полностью значит 24 глава, да, от Матвея. И продолжается дальше, 25 глава, по 46 стих, 25 главы. Это проповедь называется проповедь на Елеонской горе. И вот проповедь, вот эта 12 проповедь, теологи называют проповедь на Елеонской горе. Или на Масличной горе. Вы тоже нарисуйте карту таким образом, в сторонке где-то. Вкратце, чтобы вы могли представить, где это. Вот, вот это город Иерусалим. А наверху озеро Галилейское. Я вот внизу рисую Ерусалим. Холл Иерусалимский. Это храм. Это ерусалимский. Это ерусалимский храм. Это двор Иерусалима. Восточные ворота. А этот рисунок успели нарисовать? Вот рядом с городом Иерусалимом есть горы, расположенные горы. Иерусалима. 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 Гадран. Иерусалима. Это Гефсиманский эсад, мы пишем. Это Масличная гора или, как она называется, Елеонская. Вот это Гефсиманский эсад. Найдете такое слово в Библии. А это гора Елеонская рядом. Это Кедронская долина, а здесь восточные ворота. И мы знаем, что это север. Здесь укажите север. Северная часть. А это юг. И поэтому, вот эти ворота называются восточными. Так же ведь? Нам нужно запомнить этот рисунок. Знать и запомнить. Только тогда можно понять Библию. И когда мы не можем представить себе все это, причине Библии, она нам не интересна. Почему? Потому что никак не поймем ее. Библия, это история. Вся история человеческая вот в этой книге. И потом же ведь это путь. Это вся география Земли. Итак, сюда возвращаемся. И мы говорили, сколько раз он здесь проповедовал? 12. И вот где он во вторник проповедовал? И вот где он во вторник проповедовал? Вот он во дворе говорил здесь. Вы у себя отмечте. Во вторник он говорил вот здесь. И вот очень часто он приходил сюда и нёс слово проповедовал вот вот здесь. И вот значит он шел вот так восточным воротом и здесь в гефсиманском саду молился. Это в основном Иисус вот так ходил, делал. И вот во вторник здесь, как обычно, здесь он нёс слово проповедовал вот вот здесь во дворе. И вот он говорил 11 раз проповедовал здесь. 11 раз проповедовал, Иисус вот так ходил, и вот так, таким образом, через восточный ворот, гефсиманский сад, он шел на Ильонскую гору. И вот здесь он стоит вот на этой горе, он своим ученикам говорит. Вот видите, вы перед собой Иерусалимский храм, вот вот этот храм. Сомжен 보이지? Видите? Да, сомжен 보입니다. Ученики говорят, да, мы тоже видим его. Это где-то на расстоянии километра одного. Это был недалеко. Иисус при этом говорит, вот вот этот храм, который вы сейчас видите, он полностью разрушится. Вот так он пророчествовал об этом храме. И вот когда он пророчествовал об этом, 30-м году после рождения Христа. Разрушение храма, напишем. И вот после пророчества Иисуса, через 40 лет разрушается храм. Через 40 лет действительно храм полностью был разрушен. В 70-м году после рождения Христа. Иисус при этом, когда он пророчествовал, когда он пророчествовал? Иисус при этом, 30-м году после рождения Христа. Да, да. 그러니까 제자들이 예수님께 물어보는 거예요. 예수님, 예수님 그렇다면 성전 무너진다고 그러는데 이 사람들에겐 무슨 생각이 나냐면 예수님 그러면 예수님이 다시 절에 올라가셨다가 다시 오신 때는 그러면 언제입니까? 물어보는 거예요. И ученики удивились при этом и говорят «Если ты, Иисус, поднимешься, а когда же ты вернешься обратно?» 그렇게 물어보는 거예요. Вот так спрашивали они. 그러니까 예수님이 그 질문을 딱 받고는 자기가 다시 오실 때의 징조를 쫙 설명하는 거예요. И вот на этот вопрос Иисус, значит, объясняет какие признаки будут во время Его Второго пришествия. 그래서 그 징조를 굉장히 길게 이야기했어요. И он очень долго говорит об этом. 그 징조가 어디 있냐면 마태복음 24장, 25장, 2장 전체가 다가 그 징조를 이야기했어요. 그래서 이 두 장을 감남산 설교라고 해요. 그래서 эти две главы называют «Проповедь на Елионской горе». 그러면 우리가 이제 신학적으로 뭐라고 하느냐 감남산 설교 그러면 «А, 이것은 예수님이 자기 종말 때, 자기가 오기 전에 나타나는 징조로 이야기하는 장이구나». И вот когда мы теологи говорим между собой «Что это за проповедь на Елионской горе?» то все уже знают, что это проповедь о признаках Его пришествия. 그러면 제가 여러분들에게 «감남산 설교가 뭐요?» 하면 대답할 수 있어요? И теперь вы тоже сможете ответить «Что это, что за проповедь на Елионской горе?» 알 수 있죠? сможете, да? О чем эта проповедь? 자, 이 도표로 다시 가서, 이 도표로. Вот вернемся вот вот сюда. 여기 화요일이에요. здесь у нас вторник. 그 다음에 수요일. дальше идет среда, да? 그 다음에 목요일. дальше отмечаем четверг. я уже написала среда. четверг. 이 목요일 밤에 뭐 했냐면 예수님이 성만 전을 하셨어요. 여기다 성만 전을 하셨어요. и вот четверг, что Иисус сделал? что он проводил при чешении, да? 그리고는 금요일이라고 했어요. дальше пятница. 금요일에 예수님이 십자가에서 죽으셨어요. вот отметьте. пятницу он пошел на крест. 그리고는 여기 토요일이라고 조금 하셨어요. 그 다음에 일요일이. 그 다음에 일요일이. 그 다음에 일요일이. воскресенье. воскресенье. он был воскрешен. отметили, да? его воскресенье. когда воскрес? воскресный день. И вот кто хочет знать больше по еврейскому календарю. это будет первый месяц 10-го числа, 11-го числа, 12-го и так далее, 17-го, январь месяц, первый месяц. это юдейский календарь. 예수님이 1월 15일에 죽으셔서 1월 17일에. и вот по еврейскому календарю он умер на кресте 15-го числа, а воскрес 17-го. и вот значит после воскресенья иисус значит пробовал здесь 40 дней на земле. после воскресенья 40 дней. 그리고는 예수님이 40일 있다가 이제 여기다 원래 승천하셨어요. и после 40 дней он был воскресенье. 자, 승천하실 때 우리 여기 보면 여기다 사도 행전이라고. И внизу напишите местописание. Деяние 1 глава, первые 10 стихов. 1 по 10 стих. Деяние 1 глава с 1 по 10 стих. 거기에 14-го числа. 14-го числа. 14-го числа. будет точнее. с 1 по 14-го числа. 1 по 14-го числа. 거기다 하나. 그리고는 열흘 더 있다가 5-й числа. 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 По еврейскому календарю это будет март 6-го числа, третий месяц 6-го числа. Через 10 дней после восхищения, значит, сошел Дух Святой, Пятидесятница это, день Пятидесятницы пишем. А наверху пишем, по еврейскому календарю это будет 6-го числа, третьего месяца. Давайте откроем 24-ю главу от Матвея, страница 29. Матвея 24, 1-3-е. И вот 24 главе первой по третьей стих говорится то, что Иисус вот здесь после проповеди своей направился к восточным воротам и пошел вот вот сюда, на гору Елеонскую. Давайте прочитаем. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Вот в третьем стихе, что там написано? Вы подчеркните. вот здесь спрашивает, какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус с 4 стиха начинает объяснять, отвечать на этот вопрос. И полностью, вот весь, вся 24 глава. Итак, на какой горе он об этом говорит? Вы просто подчеркните это название на горе Елеонской. Какой признак твоего пришествия и кончины века? Тоже подчеркните. Итак, я еще раз у вас хочу спросить. О чем проповедь на Елеонской горе? Да, вот это. Молодцы. И вот проповедь, если у вас спросят, где эта проповедь на Елеонской горе в Библии? Где? Вот так запоминаем. А где Елеонская гора? Можете теперь представить себе? Вы должны это все запоминать, выучить. И это проповедь, когда была? Да, во вторник. Это страстной недели, да? Во вторник. Это хорошо вот так объяснять, чтобы вы понимали? Или плохо? И вот, перед своим восхищением, перед. Он говорил слова. И вот эти слова находятся в Деяние первой главе. Давайте откроем. Деяние первая глава, 130-я страница. И вот последний раз он говорил эти слова перед восхищением, то есть перед уходом говорил. И вот где он говорил эти слова? На горе Елеонской опять. Гамнам산에서 하시고는 마지막 말씀이에요. И вот сказав эти слова последнее раз. Последняя проповедь. Сказав эти последние слова, потом был восхищен, поднялся. Конечно, вы знаете, о чем эта проповедь, но еще раз прочтем с вами. Я сейчас буду читать. Вы слушайте. Первую книгу написал я к тебе, Феофио, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал, которым явил себя живым, пострадании своем, со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обешенного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крешены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде, и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, и Фома, Варфоломей, и Матвей, и Аков, Алфеев, и Сима, Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Аминь. В 12-м стихе, подчеркните, с горы, называемой Елеон. В 12-м стихе, подчеркните, гора Елеон. Таким образом, последняя проповедь Иисуса, Иисуса, где была? Иисус, откуда был восхищен на небо? Да, на горе Елеонской. На горе Елеон. 그런데, 천사가, Гавриэль 천사가, 뭐라고 그래요? И вот, ангел, Гавриэл, что говорит? 예수님이, 제림해서 오실 때, 어디로 제림한다고 그래요? Когда Иисус придет второй раз, Он сказал, куда придет? 감남산으로 제림한다고 말하는 거예요. Да, ангел говорит, что Иисус придет также на гору Елеонскую. 그러니까, 이 글을 그대로 믿는 사람들은, 지금 예수님의 제림을 기다리는 사람들은, 아, 예수님이 감남산에 내려오시겠구나라고 보는 거예요. И есть люди, которые верят, что именно на эту гору придет Иисус второй раз. 그래서 예수님의 제림을 기다리는 사람들은 감남산에 자주 가가지고 기도하면서 예수님의 제림을 기다리고 있는 사람들이 지금도 많아요. И сегодня очень много людей, которые ожидают Иисуса второй раз и ходят на эту гору молятся об этом, ожидая. Вот настолько важна эта гора Елеон. Теперь возвращаемся вот сюда. 이 지도로 다시 наоборот. 열었어요? 이 지도 열었어요? открыли вот это. 지금 예수님의 제림에 관한 메시지가 예수님의 제림에 관한 메시지가 지금 여기 지금 여기 주 30년에 여기다 써요. 이리 와요. 여기 지금 마태복음 24장 25장이 여기다 감남산 설교다. 감남산 설교. 주 30년에 한 거예요. И вот 30년 году он говорил проповедь он used проповедь на Елеонской горе. на горе Елеон. 이렇게 주 30년에 한 번 하시고 от 마태복음 24 и 25 глава проповедь на горе Елеон. 이거는 예수님이 직접 말씀하셨다고 예수님이 직접 말씀하셨다고 말씀하셨다. лично Иисус сказал это. 징조에 관한 이야기를 예수님이 직접 말씀하셨다. 예수님 예수님 말씀하셨다. не кто-нибудь а сам Иисус говорил о признаках его второго пришествия. 그런데 95 год год после рождения Христа 요한 게시록 95 95 год Откровение 6 глава 1 стих 7 глав 8 8 стих 이때는 예수님이 예수님이 성천에서 하늘에 올라간 예수님이 올라간 예수님이 요한에게 나타나가지고 요한에게 이 징조를 말했지 여기다 이야기해줘 Итак церковь 95 год после рождения Христа здесь пишем откровение 6 глав 1 стих по 7 главу 8 стих и вот значит здесь он лично сам говорил об этих признаках его второго пришествия а вот здесь книги откровения эти признаки он говорит уже апостолу Иоанну то есть вознесенный Иисус на небесах встречается с апостолом Иоанном и повторяет опять же эти признаки которые говорил вот вот здесь перед восхищением апостолом апостолу Иоанном апостолу Иоанном 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 где 65 год войн И вот что интересно, вы, наверное, заметили, да, разница вот 65 лет во времени и разное место здесь гора Елеон, а тут остров Патмос, но суть одна и та же. Он говорил одни и те же слова. И вот теперь после перерыва мы начнем одно за другим разбирать. Субтитры создавал DimaTorzok